всем привет спасибо что зашли ко мне в гости меня зовут аня и сегодня видео я расскажу о помадах торговой марки катрис косметикс это мат про инк трансфер и ликвид липстик которые по обещанию производителя должны продержаться у вас на губах до 12 часов поговорим о формуле потестируем и я конечно же покажу вам сводчи я выбрала самые светлые самые нюдовые 5 оттенков но в линейке всего по моему 10 оттенков у этой помады внешне помады смотрится очень элегантно даже я бы сказала дорого прозрачный пластиковый или акриловый четырехугольный тюбик который закрывается крышечкой из матового пластика золотого цвета с фирменным тиснением логотип катрис удобный аппликатор спонжик конусовидной формы тюбики не запаяны нет контроля первого вскрытия ограничитель в горлышке тюбика хороший на спонжике остается ровно столько сколько необходимо для нанесения на губы аромат у этих помад приятный немножко напоминает мне аромат жженого сахара какой-то конфетно-карамельный такой аромат но сам аромат присутствует только на аппликаторе после нанесения вы его абсолютно не ощущаете помады произведены в италии и после открытия производитель рекомендует использовать их в течение 12 месяцев помада заявлена матовая нон-трансфер я такие называю kiss proof то есть она остается на ваших губах а не на губах вашего любимого мужчины на губы наносится очень легко и после первого нанесения у меня даже было такое ощущение мне показалось что она не застынет но на самом деле ей нужно дать немножечко просто дольше времени чтобы застыть на губах что в принципе для матовой помады для меня не является минусом потому что это дает мне дополнительное время распределить ее на губах прежде чем она застынет но именно с этой формулой на самом деле много времени и не надо ни одна из пяти купленных мною помад на губах не плешивит чем в принципе очень часто грешат светлые нюдовые помады текстура помады легкая такая кремово-муссовая она позволяет наслоить себя то есть один-два слоя вы спокойно можете нанести и у вас губы не превратятся в сухую пустыню сахару если так можно сказать после того как помада застыла она абсолютно не ощущается на губах не стягивают кожу и слегка такая бархатистая на ощупь мне кажется что это моя вторая кожа губ ну что ж заявляя что это очень пигментированная жидкая матовая помада с легким невесомым финишем производитель был прав так оно и есть но насчет заявление что эта помада продержится у вас на губах до 12 часов тут конечно же катрис слукавили это неправда после первого же кофе с печенькой эта помада начнет исчезать у вас сначала со слизистой ваших губ и уже дальше но будет делать это незаметно и не вызывая какого-либо дискомфорта не трескаясь не кусочками как делают некоторые более плотные матовые помады возможно кое-кого появится легкое ощущение сухости на губах от которого легко будет избавиться если вы нанесете на помаду блеск для губ помада очень хорошо работает со всеми блесками для губ она под ними не скатывается в течение дня я ее обновляю пигментированными блесками для губ так как контур самой помады ну держится часов 6 это точно но как бы на 8 часовой рабочий день не этого хватает кстати по целуями я ее не проверяла но на свотчах покажу как она отпечатывается на руку вот никогда не устану удивляться как концерну коснова все вы знаете да что концерн коснова это мама и дочки его это бренд essence и catrice так вот я никогда не устану удивляться как как им удается держать уровень бюджетный уровень цен относительно неплохое качество последнее время качество catrice essence меня очень радует и при этом оставлять свое производство в европе ну в основном в европе последнее время у essence я заметила что есть продукты которые сделаны в китае но все равно и catrice essence это огромные молодцы у них постоянные коллекции сезонные коллекции осенние весенние летние зимние мне кажется не спокойно заткнут за пояс тот же color pop американский который тоже выстреливает свои коллекции как из автомата ну какие у нас еще есть revolution beauty до бывший мекап revolution тоже постоянно какие-то коллекции но те вдохновляются всеми другими брендами поэтому неудивительно что я этим хотела сказать что я не перестаю удивляться катрис и essence и последнее время действительно цены и качество их косметики очень радует а да совсем забыла сказать что в составе этой помады есть масло из семян маринги я не знаю что это за дерево вроде как в азии растет это дерево в теплых районах в списке это масло находится кстати на самой помаде нет я нашла только на официальном сайте catrice.de и так вот в списке она стоит где-то посередине но возможно именно это масло не позволяет так губам вернее возможно это масло не позволяет ваши губы так сильно высушивать как это могут делать все матовые жидкие помады ну и давайте уже перейдем к сводчим смертельный номер пробую без контура ну что ж аппликатор удобный кончик достаточно тонкий и с прорисовкой контура я справилась для меня это огромный плюс так как свой контур губ у меня от природы не четкий вот тут видно сейчас что я помаду наслаиваю но она абсолютно не ложится комками слой за слоем не тянутся в общем в нанесении это одна из самых комфортных матовых помад в моей коллекции института а Если помада хорошо застыла, она не будет отпечатываться. Но, как я и сказала, для этого ей надо дать секунд 20-30 подсохнуть на губах. О, господи, меня все еще не отпускает. Настроение рвать танцпол, но у нас все закрыто и комендантский час в городе, поэтому развлекаюсь дома как могу. Для макияж этих помад простой. И они без труда смоются мицеллярной водой, но больше всего я люблю смывать макияж не только с губ и с глаз гидрофильным маслом. Тогда точно ощущение сухости на губах после снятия у вас не будет. Ну и, конечно же, дополнительно надо сказать, что это не та формула матовых помад, которая окрасит вам кожу губ на 2-3 дня, и вы не сможете от этого тинта избавиться. Ну что ж, в заключение скажу, что помады мне эти очень понравились, у них очень приятная формула. Они достаточно стойкие, они неплохие в носке, приятно сходят с губ. Отличные светлые нюдовые оттенки, все то, что я люблю. В моих дневных макияжах рука так и тянется к этим помадам. Ну а я буду надеяться, что это видео было для вас полезным. С вами не прощаюсь, увидимся уже очень-очень скоро в следующих видео. Я же желаю вам самой приятной предновогодней суеты, особенно для 2020 года. Всех целую, пока-пока. Так, сейчас я вас познакомлю кое с кем. А ну-ка, мой сладенький. Кто тут такой мурчит? Хочешь показаться? Это мой великанище. Что, тебе не нравится, да? Тебе не нравится. Не любишь, да? Не любишь, когда мама на руки берет, да? Кушать пора, да? Время ужина? Да? Все, отпускаю, больше тебя не мучаю, да? Восемь килограмм счастья. Я знаю, что это неправильно для животных, но товарищ очень крупный у нас, большущий. Все, 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 отпускаю. Оба! Субтитры создавал DimaTorzok